Хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом и хотелось бы начать нашу сессию, касающуюся опухоли головы и шеи, и остановиться на алгоритмах лечения опухоли данной локализации. Хочу напомнить, что опухоли головы и шеи составляют около 10% всех злокачественных заболеваний. И заболеваемость, к сожалению, увеличивается с возрастом. Чаще болеют мужчины старше 60 лет. 90% случаев опухоли головы и шеи занимает плоскоклеточный рак. И, к сожалению, 2 трети пациентов уже диагностируются в местно распространенной метастатической форме. Основными этиологическими факторами риска развития опухоли головы и шеи – это курение, алкоголь, социальная ротовая полость, повреждения слизистых и вирус папилломы человека. Около 45 тысяч случаев в мире диагностируется вирус опухоли головы и шеи, ассоциированную с вирусом папилломы человека. Более чаще среди этих локализаций опухоли головы и шеи встречаются в ротовой полости – 55%, в гортане – 25%, носоглотка занимает 1%. Как я сказала ранее, более 60% пациентов диагностируются уже с местно распространенной формой, метастатической формой, которая, к сожалению, имеет удручающий прогноз с 5-летней выживаемостью до 4%, в то время как локализованные формы могут жить 5 лет в 84% случаев. Что интересно, что опухоли головы и шеи, ассоциированные с вирусом папилломы человека, характеризуются более лучшей общей выживаемостью по сравнению с опухоли без вируса папилломы человека. И 50% пациентов опухоли головы и шеи рецидивируют в основном в сроке до 2 лет. Конечно же, лечение и диагностика данной локализации, как и все онкологические локализации, должны решаться мультидисциплинарной командой, начиная от морфолога, заканчивая хирургами. Конечно, необходимо использование рекомендаций и преимущество обладает, конечно, участие в клинических исследованиях. С чего начинается первичная диагностика? Это стандартный осмотр хирургам, анамнез, тщательный сбор анамнеза, определение, изучение анализа в крови с определением нутритивного статуса, эндоскопические исследования верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, радиологические методы исследования для правильного стадирования и для выявления метастатических очагов. А также, конечно, основополагающим является биопсия опухоли с гистологической верификацией. На чем основа выбора лечебной тактики? Конечно, в первую очередь зависит от характеристики самой опухоли, локализации стадии, факторов прогноза, риска рецидива заболевания. Характеристика самого пациента – это возраст, пол, сопутствующая патология, возможности вариантов выбора лечения и, конечно же, это желание пациента. Основные методы лечения опухоли головы шеи – это хирургическое лечение, лучевая, сочетанная химиолучевая терапия, таргетная лучевая терапия, индукционная химиотерапия. Что касается резиктабельных опухолей? Конечно, резиктабельные опухоли нуждаются в первую очередь в хирургическом лечении, с последующей лучевой и химиолучевой терапией. Такие локализации, которые труднодоступны, труднорезицируемы, конечно, прошу прощения, вернее, те локализации, которые легче резицировать и легко доступны, они нуждаются в радикальной операции с удалением первичной опухоли, лимфодиссекции, с возможностью продолжения и назначения далее адъювантной лучевой и химиолучевой терапии. И оптимальный срок до начала химиолучевой терапии – это 6 недель после хирургического лечения. Основными факторами риска, которые являются показаниями для назначения адъювантной химиолучевой и лучевой терапии, это экстракапсулярное распространение опухолей, лимфоваскулярная инвазия, категории Т3, Т4 и положительные края резекции. При опухолях ротоглотки труднодоступных локализаций, такие как корень языка, задняя стенка глотки, складочные отделы гортани, в первую очередь назначают консервативные методы лечения – это лучевую и химиолучевую терапию. Неадъювантная химиотерапия не является стандартным при лечении резектабельных опухолей органов головы шеи. Индукционная химиотерапия с последующим возможным дополнением хирургическими и химиолучевыми методами может применяться при местно распространенных опухолях. Решение о применении трех модальных подходов, конечно, решается командой специалистов. И основной целью данного лечения – это, конечно, возможность сохранения органа, а именно гортани, при отсутствии риска ухудшения онкологических результатов. Приведение предоперационной химиолучевой и лучевой терапии при резектабельных опухолях не показано. Основной режим химиотерапии, который используется при адъювантном режиме опухоли головы и шеи – это препараты платина, фторурацила, токсана. Все эти рекомендации, алгоритмы отражены в рекомендациях русско-российских 2017 года. Также они повторяются в 2018 году без особых изменений. И все могут с этими алгоритмами ознакомиться. Что касается нередиктабельных местно распространенных опухолей, это, конечно же, назначение, в первую очередь, назначение консервативных методов лечения, а именно сочетанной химиолучевой терапии. Здесь назначается химиотерапия платиновыми препаратами в монорежиме или в полирежиме с противоопухолевой целью, сенсибилизирующей целью. И, конечно, предпочтение отдается монорежиме цисплатина. Возможно, использование комбинированных режимов высоко токсично, с проявлением высокой частоты мукозитов, что приводит к прерыванию терапии. И более эффективно оказалось сочетание цитоксимаба с лучевой терапией по сравнению с платиновыми режимами. Чего зависит тактика лечения рецидивов опухоли головы и шеи? Это варианты рецидива, локальные, региональные, метастатические рецидивы. От лечения, проведенного в анамнезе – это какое лечение проводилось, один вариант лечения или комбинированное лечение. И также важную роль играет интервал между первичным лечением и рецидивом. Более короткий интервал менее 6 месяцев характеризуется более плохим прогнозом. Какие алгоритмы лечения рецидива рака головы и шеи? Это если резиктабельное заболевание? Конечно же, в первую очередь хирургическое лечение и послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия. Нерезиктабельное заболевание – лучевая терапия, химиолучевая в первую очередь. И при диссеминированном процессе – это назначение лекарственной терапии в первой линии использования платиновых режимов с возможностью добавления таргетной терапии с токсимабом. Это было доказано на основании исследований Экстрим. И второй линии в последнее время с появлением новых препаратов – это иммунотерапия. Поддерживающая терапия рекомендуется для пациентов с плохим статусом. Что касается токсимаба, токсимаб – это химерное моноклональное антитело к рецепторам ИГФР. Также у этого антитела имеется свойство сенсибилизировать опухолевые клетки, на которых эксплуатируется ИГФР, к цитотоксическим иммунным клеткам. И также он одобрен в сочетании с химиотерапией, с лучевой терапией. Общая эффективность цитоксимаба позволяет контролировать заболевание в 50% случаев. И нет предиктивного биомаркера. Данное исследование Экстрим, в котором сравнивалась химиотерапия с комбинированием химиотерапии и цитоксимаба, после индукционной химиотерапии продолжалась поддерживающая терапия с токсимабом, выявила выигрыш в общей выживаемости по сравнению с просто химиотерапией на 3 месяца. Основные противоопухолевые препараты, использующие при рецидивах рака головы и шеи, это платиновые препараты, фторпирамидин, гемцитабин, блеомицин. В первой линии чаще используются дуплеты на основе платинов, фторурацил и литоксанов с объективным ответом 40% и медианы общей выживаемости до 9 месяцев. Цитоксимаб возможно добавлять ко всем режимам химиотерапии. Для пациентов с более плохим статусом применяется монохимиотерапия или цитоксимаб в монорежиме. Во второй линии терапии рецидивы рака головы и шеи используются такие препараты, как токсаны, метриксат, цитоксимаб, а также иммунотерапия в более современные направления. Эти данные обоснованы исследованиями. Последними, которые были представлены на SME Checkmate 141, где сравнивался неволумаб с химиотерапией по выбору врача, было выявлено, что неволумаб позволяет увеличить общую выживаемость по сравнению с химиотерапией почти в два раза. Также неволумаб обладает преимуществом во всех группах, несмотря на такие факторы, как возраст, общий статус, курение, число линий химиотерапии и использованную ранее химиопрепаратурой. Данный график наблюдений уже двухлетней общей выживаемости сохраняется тенденция преимущества в два раза использования неволумаба по сравнению с химиотерапией. Также было выявлено, что преимуществом обладают те пациенты, у которых более высокий ПДЛ-1 статус. Следующее исследование сравнивали пембролизумаб с химиотерапией, с отчинной токсимабом. Было выявлено, что также данный препарат, он обладает преимуществом, независимо от наличия экспрессии ПДЛ-1 статуса, и, конечно, он более эффективен при экспрессии больше 20%. Но на этих исследованиях более подробно остановятся следующие докладчики. Здесь мы видим стандартные схемы химиотерапии с использованием платины, токсанов, также сочетанных режимов иммунотерапии. Все эти схемы и режимы отражены в рекомендациях российских, все могут ознакомиться. Также алгоритмы лечения рецидива плоскоклеточного рака головы и шеи. Что касается железистого рака головы и шеи, он составляет менее 10% всех опухолей головы и шеи. И, конечно, приоритетным является хирургическое лечение. Так как железистый рак очень агрессивный, при химиотерапии часто у вас можно применить как этап лечения нерезиктабельных опухолей. И здесь уже используются более преимущественные препараты антрациклинового ряда, платинового ряда. Также существуют рекомендации и алгоритмы в российских рекомендациях. Что касается рака носоглотки. Рака носоглотки. Он стоит обособленно, так как отличается высокой чувствительностью к консервативным методам лечения. Используются только консервативные методы лечения. Это лучевая, химиолучевая терапия. Возможно выполнение хирургического лечения как в виде лимфодисекции при Н положительных после завершения всего консервативного лечения. Мы должны знать, что цитоксимаб не используется при раке носоглотки. Также используется химиолучевая терапия с цисплатином как сенсибилизирующий агент. При третьей стадии рака носоглотки возможно продолжение химиотерапии с использованием дуплетов химиотерапии. И при достижении эффекта на фоне химиотерапии возможно рассмотрение добавления лучевой терапии на втором этапе. Также данные, все рекомендации отражены и в практических рекомендациях русско. Поэтому все могут ознакомиться как прошлого года, так и этого года. И хотелось бы добавить немного солнца на наш серый зимний денечек, чтобы у нас было много оптимизма бороться с онкологическими заболеваниями. Спасибо за внимание. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...